Всем привет, это Владимир Шамшурин и как мы знаем все виды отношений, любые отношения они зависят не только от мужчин, да, но еще и от женщин. Не только от женщин, опять же, но еще и от мужчин. То есть обе стороны причастны к отношениям и они влияют в той или иной степени на отношения. Никто никому ничем не обязан. И сейчас поэтому я хочу поговорить с женщинами, то есть это видео будет обращено именно к женщинам, оно для женщин и ради женщин. Буду немного подглядывать, потому что хочу донести до вас абсолютно все моменты, которые мне пришли в голову сейчас. Итак, смотрите, меня часто спрашивают на женских семинарах, на каких-то вебинарах, в причастных беседах девушки спрашивают совершенно о разных вещах, касаемых мужчин. Я понимаю то, что у них также много проблем, связанных с мужчинами. И у многих девушек даже больше проблем, чем у парней, чем у мужчин. И вот сейчас хочу заострить внимание на двух моментах, которые недавно меня еще раз спросили и спрашивают довольно-таки часто. Первый момент, первый вопрос был, как мне развести, подчеркиваю это слово, развести мужчину на подарки? Как мне получать от него больше подарков? То есть, скажем так. И второе, где вообще настоящий мужчина? Почему с нами никто не знакомится? Мы такие красивые и хорошие, но и говорят о каком-то пикапе постоянно, что все подходят на улицах, знакомятся парни. То есть, а с нами почему-то никто не знакомится, к нам никто не подходит. Вот уже довольно давно. Девушки, на самом деле я на вашей стороне. И сейчас хочу, чтобы вы дослушали это видео до конца, досмотрели его. Но начнем немножко с другого. То есть, не с конкретных действий, а немножко с лирики, скажем так. Итак, смотрите. Хочу, чтобы вы поняли, что подарки это, наверное, не самое главное, что вы можете получить от мужчины. Это, конечно, все важно, нужно и так далее. Но не надо заострять внимание на подарках. У многих женщин сформировалось на самом деле сугубо потребительское отношение к мужчинам. Я не говорю обо всех, но многие почему-то вот выставляют на первое место именно потребительство. И в этом, на самом деле, ваша глобальная ошибка. Это ошибка, которая делает хуже только вашу жизнь, а не жизнь мужчин. Да, мужчина должен, он должен обеспечивать семью, он должен быть добытчиком и так далее. Он должен поддерживать свою девушку, помогать ей решать ее проблемы и так далее. Если у вас семья, если у вас какие-то долгосрочные отношения, то это одно, это все понятно. Но если вы только начали общаться с мужчиной, если вы в самом начале отношений, не надо ставить подарки и вот это потребительство на первое место. Мужчина не настолько глуп девушке. Он это все видит. И для него, как для мужика, очень важно, чтобы он, именно он, как личность, нужен был вам. То есть он был вам интересен. Как внутренний мир, как личность, как душа, как человек, но не так, как его ресурсы. А вы показываете, не стесняясь, то, что вам нужны его ресурсы в первую очередь. Что по-вашему должно быть у него в голове? Мужчина не столь глуп, он это понимает. И он отвечает вам взаимностью, он отвечает вам тем же. Он начинает вами пользоваться так же, как и вы. И потом вы будете говорить, вот, все мужики нами пользуются. Девушки, ну извините, давайте начнем с себя, в конце концов. Если вы все-таки хотите получать эти подарки, да, то есть если вам нравится, когда мужчина вам что-то дарит, это естественно, это хорошо, это классно. Что можно сделать? Давайте сейчас немножко конкретики. Во-первых, как ни странно это будет звучать, начните сначала сами что-то делать для мужчин. Попробуйте сделать для него, что-то сами. Многие из вас сейчас скажут, что да, мы и так делаем, а он вот такая скотина, он не обращает внимания, ему пофиг, он ничего не ценит, ничего не принимает. Хорошо, об этом отдельно. Если такой мужик все-таки у вас есть, и такие отношения сложились, ну зачем вам такой мужчина? Если он не обращает внимания на то, что вы что-то делаете для него, бросьте его, расстаньтесь с ним, найдите себе другого. Об этом сейчас говорить не будем. Так вот, что можно сделать? Научитесь делать массаж, там, допустим. Сделайте ему какой-то очень приятный массаж. Приготовьте ему очень вкусное блюдо какое-то. Сделайте ему еще что-то, какой-то сюрприз. Сводите его куда-то сами. Научитесь делать минет в конце концов так, чтобы он просто вот не знал, куда деться во время этого от удовольствия. Хвалите мужчину. То есть, когда вы хвалите своего мужчину, когда вы тешите его эго, для него это вообще самое лучшее, что может быть. Говорите, что он у вас самый лучший, что вам ни с кем не было так хорошо, как с ним. То есть, что хотите вы только его. Вот, смотрите. По логике вещей мужчина должен реально растаять и понять, что, блин, со мной такая классная женщина. Я для нее самый лучший, единственный. И ему теоретически должно захотеться подарить вам подарок. Что еще можно сделать? В крайнем случае, возьмите 2-3 тысячи рублей и подарите ему что-то сами. То есть, сделайте сами первый шаг. Купите ему какую-нибудь мелочь за эти деньги. И по логике, естественно, что ему захочется самому что-то вам подарить. В ответ он подумает, блин, что-то как-то неудобно. Мне подарили подарок, а я тут это, туплю. Что еще? Еще можно сделать следующее. Можно подарить цветы самой себе, в кавычках. Как будто бы вам кто-то подарил на работе какой-то коллега или сослуживец. Логика мужика проста. Он думает, блин, если, конечно, вы ему на самом деле нужны. Это, кстати, хороший момент, который позволит вам проверить это. Логика работает следующим образом. Он думает, что у меня появился какой-то потенциальный конкурент. Мою женщину сейчас могут увезти. И поэтому я должен предпринять какие-то меры, какие-то шаги. То есть, в теории, если мужик адекватный, то он захочет вам что-то подарить. По идее, он должен надуматься. И самое главное еще вот что. Смотрите, в этот момент, когда он вам что-то дарит, какой-то подарок, то, что вы хотите, не надо сделать там, не надо делать просто спасибо, не надо ему говорить просто спасибо. В этот момент очень важно заикарить это. То есть, сделайте для него что-то хорошее, вот то, о чем я говорил выше. Сделайте так, чтобы ему запомнился этот момент, чтобы он очень четко понял, что когда он дарит подарки, то его вообще просто, не знаю, холят, лебеют и возносят на небеса. То есть, чтобы ему было очень приятно. И у него, естественно, возродится и зародится в нем желание сделать это еще раз, еще раз, еще раз. То есть, это некий якорь. Что касается второго вопроса, да, который я говорил в начале. Где настоящие мужики? Почему с нами никто не знакомится? Почему с нами знакомятся, но в основном не те? Куда же деваться, что нам делать? Смотрите, девушки, для того, чтобы в вашей жизни появился мужчина, нормальный, хороший, настоящий, да, в первую очередь нужно немножечко спуститься с небес. Да, я довольно-таки жестко и прямо говорю иногда на своих мужских и женских тренингах какие-то вещи, которые, может быть, не нравятся людям сначала, потом они начинают переосмысливать, догонять, и они понимают, что, блин, я был прав. То есть, я сейчас не навязываю вам свое мнение, опять же, я хочу просто вам посоветовать, как сделать так, чтобы ваша жизнь улучшилась. В первую очередь, вам, девушки. Итак, спуститесь чуть с небес. Да, вы все красивые, вы все такие ухоженные, независимые, самостоятельные, неприступные. И так далее, и так далее, и так далее. Но чуть-чуть-чуть спуститесь с небес. Станьте чуть более доступными в хорошем смысле этого слова, чтобы до вас можно было дотянуться. На одном из моих женских семинаров, вот была такая картина, не так давно, когда сидели две девушки лет 33-35, наверное, вот так, 33-35, на первом ряду, и они сидели с такими кислыми, недовольными лицами, что мы вот все это уже слышали, мы это все уже знаем. Я говорю, ну, собственно, вы слышали, так давайте я верну деньги сейчас, да, там, то есть помощник вернет деньги, и вы встанете, уйдете. Зачем мне тратить ваше время, а вам портить мне настроение? Они говорят, вот вы знаете, с нами уже год или полтора года, никто не знакомился на улице. При этом я сейчас вам расскажу, как выглядели эти девушки. То есть они, они очень красивые, да, они очень ухоженные. При этом у них были такие выражения лица, как будто вот все вокруг говно, извините за выражение, да, то есть мы одни королевы Бауа, то есть что мы вообще здесь делаем, и... То есть настолько неприступные, полные гордости, самодостаточности, самостоятельности, и при этом все это гипертрофировано в какой-то там гордыню и так далее, то есть с ними все понятно. Таким женщинам сильным, независимым, они были руководителями какого-то салона красоты, насколько я помню, им еще сложнее найти мужчину себе для жизни. Почему? Потому что они сильные, да, мужиков сильных на самом деле немного. Но каждой даже самой сильной девушке, да, хочется, чтобы рядом с ней был мужчина, настолько сильный и доминирующий, да, по отношению к ней, чтобы она чувствовала себя маленькой слабой девочкой в руках этого сильного человека, который может ее защитить, поддержать и так далее. Так, смотрите. На самом деле девушки, кстати, хочу сказать, что по поводу сильных женщин. Это не вы виноваты, я прекрасно понимаю. Это жизнь такая сейчас, особенно если это жизнь в Москве, то есть она заставляет людей, в том числе женщин, мужчин, она заставляет их быть сильными. Поэтому, естественно, в этом нет вашей вины. Девушки, поймите по поводу вот этих двух и их лиц неприступных, да. Мужчина очень боится подходить, знакомиться к девушкам. Для него это стресс реально, то есть он переживает, он боится услышать слово «нет», боится, у него есть страх отказа, очень сильный страх отказа. И представьте по логике вещей, идет девушка, и она очень красивая, особенно он боится красивых. Если еще у нее такое лицо неприступное, такое гордое, смотрящее на всех сверху вниз, по логике он думает, вот она меня точно пошлет, потому что у нее такое брезгливое выражение лица сейчас ко всему миру. Я хочу, чтобы вы вспомнили, с какими лицами вы ходите по улице девушки. То есть часть из вас ходит с какими-то выражениями лиц полных пафоса ненужного, какой-то гордыни, какой-то холодности и чего-то в таком-в таком духе. Часть из вас ходит с уставшими, замученными, затюканными лицами. Часть вообще ничего не замечает, идет где-то в своих мыслях. То есть смотрите, девушки, я не говорю, что это плохо или хорошо, да, это ваша, это жизнь, она бывает разная. Но если вы хотите найти мужчину, чтобы мужчина нашел вас, начните улыбаться. Элементарно идите по улице и начните улыбаться. Просто всем подряд идете, как будто у вас все хорошо, как в Америке люди делают. Может быть у них не все хорошо. И когда вас увидит мужчина, и он увидит, что вы идете и улыбаетесь, ему будет намного легче подойти. Поверьте, это как бы такой некий кредит доверия, что... Он говорит, меня хотя бы не пошлют, но она вроде бы на позитиве, почему меня должны послать. И он подойдет, ему будет проще с вами познакомиться. А если вы видите привлекательного мужчину какого-то, который еще смотрит на вас, ну попробуйте улыбнуться ему тихонечко, краешком губ. Это ни в коем случае не покажет вас, как там легко доступную или какую-то еще оставьте. Это будет ваш маленький-маленький такой первый шажочек навстречу собственному счастью. Это вы делаете для себя. Еще, если вам нравится мужчина, посмотрите на него. То есть, может быть, не надо там мигать глазами, да, говорите. Достаточно просто посмотреть на него, может быть, улыбнуться. Суть в чем, как вы сейчас себя ведете. Вы видите парня классного, красивого, не все, но большинство. Он на вас смотрит, вы раз посмотрели и отвернулись, или опустили глаза вниз. Мужик, еще раз повторяю, и буду повторять это впредь много раз. Это существо крайне логическое. Что происходит в его логической голове? У него все по полочкам, все по порядку, все технично. Она идет красиво, она мне нравится, я на нее смотрю. Она отворачивается и убирает глаза в сторону, вниз опускает взгляд. Значит, я ей не нравлюсь, поэтому я, скорее всего, не буду подходить, потому что она меня пошла. Все очень просто. Все реально проще, чем вы думаете. То есть, улыбнитесь ему, посмотрите на него. Так, смотрите, еще какой момент хочу до вас донести. То есть, если к вам подходит мужчина и начинает с вами общаться, я хочу вас просто попросить об этом. Это даже не совет, это просьба за всех мужчин. Поймите еще раз, для мужчины очень большой стресс, когда он подходит и знакомится с девушкой. И когда к вам подходит мужчина, который, может быть, не совсем вам понравился, или не в вашем вкусе, или что-то вам не приглянулось, не надо его отсылать сразу, причем жестко. Это такая просьба. Дайте ему какой-то шанс в виде двух минут. Даже если вы заранее знаете, что вы ему откажете, но если вы не сильно торопитесь, ну притормозите пару минут, скажите, да, здравствуйте, слушаю вас, что вы хотели. Объясните, что вот я не могу с вами общаться, потому что там у меня мужчина любимый и так далее, что-то еще, я завтра ухожу замуж в десятый раз и так далее. То есть, самое главное, не сливайте его жестко, не отказывайте ему так, что типа отвали, отстань или там, подади к кому-нибудь другому. А некоторые девушки вообще не обращают внимания. То есть, ты идешь, подходишь к девушке, а она идет с каким-то лицом, как будто тебя вообще нет рядом. Поймите, для мужчины игнор. Это самая болезненная реакция. Для него нет ничего хуже, чем когда его игнорил. То есть, он идет, что-то вам говорит, а вы идете и не обращаете внимания. Лучше остановитесь, скажите, вот извините, но я не могу с вами общаться, не хочу. То есть, вы в чем? Отказывайте чуть более мягко. Вот хотите, верьте, хотите, нет, девушки. Вот можете в это не верить, можете с этими соглашаться. Но когда вы жестко сливаете мужчину, когда вы жестко ему отказываете, вы таким образом настраиваете против себя вселенную. И, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Это ваше право. Всем любви. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...